Сотрудниками региональных УФСБ и УМВД на регулярной основе проводится комплекс совместных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на соблюдение специальных мер экономического характера, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. При отработке ранее полученной оперативной информации сотрудниками обоих ведомств в ноябре текущего года в населенном пункте Красная Горка была пресечена преступная деятельность межрегиональной группы лиц, связанная с реализацией незаконной схемы ввоза на территорию Российской Федерации продукции, попадающей под российское продовольственное эмбарго. Как установлено, сотрудниками правоохранительных органов вследствие реализации данной схемы, куда был увлечен ряд представителей государственных надзорных органов Смоленской области, водителям большегрузного автотранспорта, следовавшим в ряд регионов Российской Федерации, удавалось пересечь смоленский участок госграницы беспрепятственно. Без остановки и проверки сопроводительной документации и ввозимой европейской сельхозпродукции. Работу оперативников осложнял тот факт, что злоумышленники постоянно меняли способы связи – скайп, вайбер, сим-карты и телефонные аппараты, а также были знакомы с формами и методами ведения оперативно-розыскной деятельности. Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников УФСБ и УМВД России по Смоленской области, указанный канал ВОЗа из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации, санкционных товаров в кратчайшие сроки был полностью дезорганизован. «Загрузился в Минске, приехал на Лукоил, с Лукоила сказали, ну, водитель пришел, там, ну, постояли, пришел, постучал по машинах, сказали ехать на залужье. В залужье приехали, постояли, отдали, ну, пришел человек, забрал фито, где-то час не было, может, больше, там, ну, там, где-то так. Потом опять водитель прибежал, постучал по машинах, проехать еще пару километров, проехали еще пару километров, и это самое, покуда я вышел с машины, ну, встали под колейку, покуда с машины вышел, водитель уже держал фито, ну, то есть, кто-то ему отдал, разбежались по сторонам, и, ну, то есть, я забрал свой фито и поехал». При досмотре фур в кабинах водителей была обнаружена документация, подтверждающая европейское происхождение груза, и фитосанитарные сертификаты с поддельными штампами ранее пройденных контрольных пропускных пунктов. Факты данной преступной деятельности задокументированы. Лица, подозреваемые в реализации данной схемы, отстранены от занимаемых должностей на период проведения административных расследований. Задержано 9 единиц автотранспорта, изъято и уничтожено на одном из областных полигонов более 150 тонн санкционной продукции на сумму свыше 15 миллионов рублей. По факту использования заведомо подложенных документов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на недопущение подобной деятельности впредь, продолжаются и находятся на особом контроле руководителей обоих силовых ведомств.